Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели интернет-портал, точнее, это уже видеопортал, и мы это называем программу, в которой мы сегодня с моим собеседником Владимир Гольштейн, беседа о насущном, и такая очень противоречивая тема – это духовность и это материальность, то есть конфликт, вечный конфликт, как следовать своему предназначению, как материальное сочетается с духовным, как быть богатым, как быть счастливым – это все темы, это все звенья одной цепи, одно вытекает из другого, но очень-очень много противоречий, очень-очень много конфликтных каких-то вопросов и, попросту говоря, полно непоняток. Владимир, пожалуйста, начинайте. Здравствуйте, дорогие друзья, но мы на самом деле, это даже не начало, а продолжение. Мы поговорили в прошлый раз, я поделился своим опытом, и сегодня мы продолжим. Насколько я понял, был определенный интерес, участие наших зрителей и слушателей, поэтому я бы хотел углубить эту тему, которую я начал. Сначала напомню, о чем же шла речь. Речь шла вот о чем. Дело в том, что каждый человек, каждый из нас рождается с какими-то своими способностями и талантами, о которых мы прекрасно знаем. От нас этого не скроешь. С детства кому-то нравится рисовать, кому-то танцевать, кому-то петь. Кто-то, ну это больше касается женщин, любят вязать, шить. Есть среди нас те, кто очень любят общаться с детьми, писатели, поэты, как я уже сказал, и так далее, и так далее. Ну, небольшая проблемка. Современный социум все это не совсем поощряет. То есть, как бы, заниматься этим можно, но денег это не приносит. Денег приносят совсем другие. Деньги приносят совсем другие вещи. Это бизнес, это, ну вот я приводил пример, квалифицированный бухгалтер, это всегда востребовано. Хотя никакого отношения к вышеперечисленным хобби это не имеет. Ну и возникает вопрос, как же все это сочетать и какое все это отношение имеет к богатству и счастью. Мы говорили о том, что в прошлый раз, о том, что вообще слово богатство, в нем корень бог. И главное там быть вместе с богом, а вот деньги уже не прилагаются, это не просто большое количество денег, это быть вместе с богом и с богом у себя внутри. И точно так же к этому имеет отношение понятие счастья. Это быть частью целого. То есть, чувствовать себя частью чего-то высшего, божественного. Ну и вот к этому как раз имеет прямое отношение собственное предназначение. Но давайте представим себе, что существует все-таки, кто-то верит в это, кто-то не верит. Существует вокруг нас и свыше нас вселенная, которая, мягко говоря, совсем не глупа и умнее нас. И зачем-то нам дает она эти самые способности, эти самые таланты, которые потом притворяются в лучшем случае в хобби и которые есть у каждого. И вот, наверное, они у каждого из нас не случайно. И, наверное, это то, что каждый из нас может привнести в этот мир, даже если это не приносит сегодня денег. Так вот, идея заключается в том, что если мы начинаем хотя бы по чуть-чуть отдавать миру то, что мы должны отдавать, то есть, говоря, вот есть такая наука веды, в ведической философии есть такое понятие дхарма, выполняя свое предназначение, если мы начинаем это делать, то вселенная как бы подпитывает нас. Но подпитывать она может нас, в том числе финансово, совершенно из других источников, вовсе не из тех, не там, где мы притворяем жизнь в свое хобби, потому что на сегодня это наиболее энергоемко, а во вселенной существует закон сохранения энергии. Там, где меньше можно энергии, сказать, потратить, там и есть вот эта вот отдача. То есть, если нас подкармливать и давать нам финансирование, когда мы бухгалтер, это намного проще, чем когда мы художник, то мы будем получать деньги, когда мы бухгалтер. Но получать мы их будем благодаря тому, что иногда в свое свободное от бухгалтерской деятельности время мы пишем небольшие или большие картины и даже не продаем их, а просто раздаем, то есть выполняем свое предназначение. Я говорил об этом и о том, что у меня был собственный такой опыт. Я начал писать стихи, то, что мне казалось и сейчас кажется, это, в общем, часть моего призвания, в том числе поздравительные стихи. И когда я это делал, когда я это начал выставлять на сайты, то начались успехи в моей профессиональной карьере, не имеющие никакого ни малейшего отношения к стихотворению. Многие говорят, как найти время, как это сделать, когда все вокруг построено на зарабатывании денег, когда времени совершенно нет. Если мы говорим об Америке, это сплошные какие-то встречи, дела, дела, связанные с детьми, с какими-то медицинскими проблемами и прочее. Представьте себе, если вам бы сказали, что вот этим вы можете заработать деньги. Вот, наверное, вы бы время тогда в любой стране мира, как бы она ни была материально ориентирована, нашли. А тут идет речь о том, что вы должны, должны, вот интересное слово, неплохо бы, если бы вы, ну, притворяли в жизнь, так сказать, дело своей души, то есть занимались тем, к чему у вас лежит душа, там, где вы чувствуете прямо такой огонек внутри. Находите хотя бы один-два часа, я уже не говорю в день, хотя бы в неделю, для того, чтобы позаниматься тем, что называлось в Советском Союзе художественной самодеятельностью. Опять-таки, потанцевать. Ну, есть такие возможности всюду, бесплатно. Иногда даже нужно свои деньги докладывать, какие-то туда, купить какие-то принадлежности для этого. Потанцевать, попеть, порисовать, раздавать свое творчество, это бесплатно. Ничего не ждите вначале. Оно само не, вернее, оно не придет, если вы ожидаете. Просто получаете удовольствие от того, что вы занимаетесь своим хобби. А вот потом, через некоторое время, вы посмотрите, как бы, что же происходит. И, ну, поверьте, из моего опыта, проверьте это своим опытом, очень может быть, что в каком-то ближайшем будущем вдруг вы увидите, что вокруг вас ситуация стала налаживаться. И к вам начали, в том числе, попадать, по разным направлениям может налаживаться. Но, в том числе, к вам начали попадать финансы из, так сказать, вашей основной области деятельности. Вы стали более успешными, у вас стала более успешная карьера. Но все это, все это происходит именно благодаря тому, что вы, так сказать, последовали курсу, последовали заложенных вами способностях, которые, опять-таки, если следовать определенным восточным версиям, вы развили, возможно, в прошлых жизнях. И не зря с ними сюда пришли. И не зря они в вас заложены. Если вы хороните свой талант, зарываете его в землю, то вы можете быть несчастным, богатым бухгалтером. Ну, Владимир, спасибо большое, дорогие друзья. Ну, это точка зрения Владимира Гольштейна. И я, в принципе, с ней должен согласиться. Это абсолютно правильно. Только здесь есть все-таки такое понятие, которое когда-то называлось кастами, сегодня это называется сословиями. То есть, есть люди, которым ни до пения, ни до танцев, ни до стихов, ни до картин. Есть люди, которые своим трудом зарабатывают себе на жизнь. Этих людей когда-то называли в древние времена и сегодня, в принципе, называют на востоке шудрами. Это простой примитивный труд обычно. Это обычный труд, которым человек зарабатывает себе на жизнь. Или, скажем, крестьяне. Вы знаете, вот я вспоминаю, у нас сегодня есть даже в такой цивилизованной большой стране, которая называется Соединенные Штаты Америки, есть поселения, датские поселения, их называют амишами. Я был в этих поселениях, там люди, они на природе живут, на земле живут. Их рабочий день начинается в 4 часа утра, поскольку они должны подготовиться, они должны сделать свои понятные свои процедуры, прежде чем начинать свой рабочий день. И они его начинают с домашних животных. Это коровы, это куры, это козы, это лошади. И они работают на земле. И вот я бывал там, в этих местах, и не один раз я там бывал. Но нет у них возможности заниматься вот этими всеми творческими науками. Они должны работать, они должны себе зарабатывать на жизни. Они живут по старым прятским своим законам и правилам. Так вот, мне хотелось бы, допустим, таким людям, она слушает разные, будем так говорить, сословия, пожелать те, у кого, конечно, есть способность вот к таким вещам. Да, без сомнения, Владимир абсолютно прав, я согласен, я сам это, так сказать, делаю, да. Я очень люблю музыку, я очень люблю танцы, вот. И даже неплохо танцую, вообще-то говоря, и уже много лет. О, это интересная информация. Да, это очень интересная информация, да, очень много лет. Да, да. Так вот, если нет такой возможности, дорогие друзья, у вас, то ли это в силу вашей занятости, то ли это в силу ваших каких-то, ну, будем говорить, не музыкальных творческих способностей, то вы, как минимум, живите с позитивным настроением. То есть, когда речь идёт о богатстве, и Владимир говорит о том, что корень – это бог, то как раз мы говорим не о материальных вещах, мы говорим о вечных ценностях, и эти вечные ценности не лежат в рамках функционирования нашего материального тела. То есть, мы можем называть как угодно, атеисты могут не называть это бог. Но я полагаю так, что уже сегодня многие понимают о том, что существует такое понятие, как энергия, и какие-то тонкие энергии вокруг нас, и внутри нас, и снаружи нас. И самая позитивная, скажем, энергия – это думать о хорошем, будем так говорить, по-простому, правильно? Посмотреть фильм «Секрет» и начать… «Секрет» тоже, ну, можно посмотреть, там сложно, правда, там это всё, ну, это же коммерческая вся деятельность, это же и книга, это же для многих… Я смотрел её не один раз, я был, наверное, один из первых, когда вот только книга появилась, я стоял в очереди, чтобы взять эту книгу в библиотеке, скажем, электронной библиотеке. Потом я её взял и прочитал её. Нет, речь идёт о том, что если мы устремлены, ну, куда-то там, скажем, ввысь, и будем говорить к божественному, это означает, что мы ликвидируем полностью все наши материальные привязанности. Этому, кстати, учил Бута. То есть он учил людей быть непривязанным к кому-то или к чему-то. О чём идёт речь? Мы очень и очень привязаны к своим родственникам, своим детям, к своим родителям. Это правильно, это хорошо. Но нельзя рвать там волосы, там, и убиваться там в печали, если человек уходит. Время подошло этого человека, поэтому, скажем так, в Индии к этому относятся совсем по-другому. Но речь идёт о том, что всё-таки есть что-то внутри нас, которое даёт нам возможность думать совсем по-другому и думать позитивно. Думать позитивно. Вот это тот первый этап, когда мы должны в себе это вырабатывать, это качество. И ведь божественно оно что? Там нету, ещё раз, ничего материального места, а там есть только одна любовь. Вот. Любовь, скажем так, если не к Богу, кто не верит, то душа к душе. Почему создаются конфликтные ситуации? Это деятельность нашего материального тела, к сожалению. Это, к сожалению, вот то, что называется интеллектуальная информация, а конкретно это полный гарбич или мусор, который у нас в головах. И это кто-то туда, скажем, ну, внёс не помимо нашей воли, мы этому сами способствовали. Теперь мы находимся в том времени, когда мы можем помочь сами себе. Ещё раз повторяю, это какие-то позитивные вещи. Владимир рекомендует вот эти творческие, скажем, занятия. Но не обязательно творческие, идёт речь о любом хобби, о том, к чему у вас лежит душа. Просто иногда уделяете этому минимальное время и результат постепенно. И результат будет, и это отразится на нашей материальной деятельности. Дорогие друзья, ну, это продолжение нашей темы, которая очень неоднозначна, очень противоречивая тема, опять же, как это всё совместить в себе. Но мы об этом будем продолжать говорить. И если у вас есть вопросы, мы будем очень рады, если вы нам будете задавать эти вопросы. Это тройное WS&Gates Radio.com, WS&Gates Radio.com. Это программа, которая выкладывается в YouTube, попадает в Facebook. Там тоже можно оставить свои комментарии, свои замечания, предложения, задать вопросы. И Владимир будет очень рад ответить на эти вопросы. Я, если будут вопросы, ко мне. Ну, а пока сегодня у нас 29 число, декабря месяца. То есть буквально через, остаются несколько дней до Нового года. Ещё и какого года. Да, поэтому мы вам желаем всеобщего благоприятствования, процветания, здоровья. Несмотря на 2017. Ну, не будем сейчас, опять же, о плохом, о каком-то негативном. Мы говорим о том, что Новый год, он приносит в нашу жизнь что-то новое. Ну, и на это есть причины. Поэтому, с Новым годом вас, дорогие друзья. С новым счастьем. Будьте здоровы и счастливы. С Новым годом. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин